Нас ждет дорога к Калампаку. Это прям метеоры, наша главная точка, куда мы собираемся. А сейчас мы притормозили в очень широкий месте по дороге к Калампаку. Здесь очень красивый водопад. Сейчас мы туда праздник перейдем дорожку и посмотрим его. Какая красота! Мы добрались до метеор, заселились. Сейчас будем ходить, бродить здесь в поисках какой-то еды. И нам снова повезло. Не так, конечно, крупно, как в Дельфах, но все-таки у нас вид из номера на метеоры. Правда, живем мы не так высоко и вид, конечно, немного перекрывают другие отельчики маленькие, но все равно вид очень даже неплохой. Прям фронтальный вид у нас, конечно, на соседей. Кстати, греки прям не стесняются, все сушат белье как придется. Они не используют наше приспособление сушилки в домах. Прям все за окном, на веревочках, по старинке. Вот такой у нас вид. Блин, даже несмотря на то, что тут какая-то разруха, все такое чистенькое, много зелени. Сейчас покажу наш этот номерок. Номер у нас маленький, гораздо меньше, чем в Дельфах. А это стоит он примерно столько же денег. Тут тоже картина висит. И вот такая скромная ванна. Церковь какую-то мне понравилась, решил снять. Колоннада. А это все в приножьях гор. И мы сейчас идем в эту сторону. Попробуем забраться по пешеходной тропе на одну из гор и посмотрим, что там. Может быть даже попадем в какой-то из монастырей. Пойдем туда. Фуд пасту Эджиа Триада. Вот теперь мы знаем. Фуд пасту Эджиа Триада. Туда мы идем. Блин, тут такой уклон прям. Смотри, как вылажно. С меня уже... Я попу уже подкачала, мне кажется, к летнему сезону. Уже не стыдно в коротких шортах выползать. Мы вроде как идем по тропе для паломников, но специально для паломников здесь вот колючая проволочка, чтобы, видимо, эти оголодавшие паломники не лазили в чужие огороды. Ну, или хотя бы ободрали себе попки. Вид на Грецию, конечно, прекрасный. Белые домики с красными крышами, я не встаю ими восхищаться очень красиво. Ну, как современный человек без селфи. Конечно же, вон там не смотрится, что творится. Селфи и так, и сяк. Ну, я же не смогла тоже остаться в стороне. Я полезла, полезла в эту гору. Игорючка видно? И он куда-то скрылся. Куда-то он забрался. А, вон он он. Поймал. Все, пойдем. Муха по полю пошла, а муха денежку нашла. Я, пожалуй, пойду в обход. А то в моих белых джинсах ковыряться не хочется. Жалко джинсы. Ана-ка! Слышите мое дыхание, да? Я уже вообще устала. Ну, потому что тут прям корячиться надо сильно. Но мы же не ищем легких путей. Нам нужно, чтобы все красиво было. Смотри, я не просто полезла. Я нашла 10 евроцентов. Поднялась, заработала. That's good. Great compensation. Слышно? Да. Вот, собственно, к чему я так долго ползла. Я до сих пор дыхание сбито. Но это еще не все. Сейчас покажу вам прекрасный вид. Вот такой вид. Вот и не метеоры. Божечки. Какая неприличная красота. Просто неприлично. Тропа паломников. Справа оливковая роща. Ну, как всегда, для паломников за забором. Скалы. Скалы. Пахнут очень здорово. Господи божечки, как в кино. Кто смотрел 10 королевство? Там был злой лес, где нельзя было засыпать. Вот примерно так же выглядит вот эта рощица. Смотри, хорошо тут. Не знаю, правда, куда мы дойдем. Или не дойдем. Потому что мы ушли в горы. Катю от нас ушла с Михусяном. Боже, как красиво. Я сейчас вам покажу на фоне меня. Смотрите, какая красота. На самом деле, камера не очень сильно передает. Потому что, чтобы показать реальность всего этого, нужно увеличить контраст. Тогда будет похоже на правду. Без этого контраста, конечно, слабовато. Не хватает красок. Камера не может передать то, что видит глаз. Поэтому я попробую потом повысить контраст на видео, когда буду монтировать. Может быть, получится передать вот этот вот эффект. Ой, смотрите, какую я тут прикольную штуку нашла. Это же... Как это? Терновый куст это, кажется, называется. Который не стоит падать, потому что он прям колюченький. Колючий такой. Я думаю, если отсюда через эти терновые кусты пытаться бежать, мало не покажется. Обдерешься весь. Хотя выглядят они очень симпатичные, как такие листики. Остренькие, маленькие, аккуратненькие. Круто, смотри, как в игрушках. Диабло, смотри, смотри. Мужское мнение насчет местной красоты. Игорь фоткает все. Не может остановиться. Выгоняет меня из кадра постоянно. Говорит, ненавижу людей. Говорит, хочу природу без людей сфоткать. Я, походу, сломала селфи-палку. От нее отломалась ушка. Теперь она не селфи-палка, а селфи отдельно, палка отдельно. Придется снимать с руки. Я буду очень близко. Но что делать? Очень хочется потом смонтировать видосик, чтобы осталось это для потомков. Может быть, люди, которые будут смотреть мой блог, зададутся вообще вопросом. А нафига ты все это снимаешь? А кому это нужно? Ну, я думаю, что, во-первых, если человек смотрит, значит, это уже кому-то нужно. Вот красивый вид себе сделаю. Вот такой. Если человек, который посмотрит это видео, значит, это уже кому-то нужно. Вообще, по большей части, я снимаю для себя. В ложике особенно. Потому что из поездок остаются фотографии, но на них нет эмоций. За редким исключением эмоции на фотографиях отсутствуют. А когда снимаешь видеоролики и потом складываешь их, ну, и на YouTube я выкладываю, получается очень прикольно. Видны эмоции, как здорово было. Все это смотришь и ощущаешь, как будто ты там, когда смотришь видео, как будто ты второй раз попал в это место. Очень здорово. И воспоминания. Вот, поэтому у меня есть несколько роликов из Испании, когда я с девчулями ездила. И вот ролики из Греции тоже будут. Это тоже будут очень классные воспоминания, которые останутся навсегда со мной. Идем в темпе. В ровном. Дышим все. Акикони. Не надо пукать. Пукать можно, если ты просмотрели ее? Да. А так зует твои. Выбрались из леса. Выбрались до какой-то цивилизации. Душ. Мне бы хорошо сейчас в душ попасть. Ну, мы сегодня просто везунчики. Мы пришли и перед нашим носом закрыли дверь. И никуда нас не пустят. Все закрыто. И мы шли сколько? Мы сегодня, наверное, часа два поднимались пехом сюда. Думаешь, меньше? Ну, может быть, меньше. В общем, все мипотов сошло. Все булки, хлеба, которые съели сегодня утром и днем, из нас вышли. В общем, идем мы обратно. Потому что никуда нас не пустили. Но завтра мы приедем сюда на машине. Потому что самое сложное. Мы прошли и нашли путь на машине. Это, кстати, хорошо. А между горами, между верхушками можно еще на фуникулерчике передвигаться. И вообще не сильно физически напрягаться. Так что, если кто-то весит 200 килограммов или не очень транспортабельный, травмированный или просто человечек уже в возрасте старенький, ему тяжело карабаться, как нам, лосям, то можно, в принципе, приехать на машине на фуникулере добраться до вершины горы. И все посмотреть точно так же. Все будет норм. Ну ладно, мы пошли вниз. Встретимся позже. На велике, да? На велике, да? Не знаю, мне что-то стремно как-то на велике. А на борде? На борде норм. На борде норм, а на велике стремно. Ну, на велике я хуже, чем на борде катаюсь. Нет, тут на борде норм. Не знаю, на борде тут норм. Вот это вот? Да. Почему? Вот так вот и вот так. Да нормально. Да? Да. Мне тут еще прям под мою ногу. По-моему, очень хорошо здесь на сноуборде. Ногами не очень. Вышли мы наконец-то из гор. Идем сейчас гулять по городу. Просто куча дедулик, играющих в карте. У нас тут жены принялищики поедут. Вот такие цветочки мы купили еще в Дельфах. Это сушеный гибискус. На вкус сухофруктина обыкновенная. Но форма вот такая... Да не сухофруктина какого-нибудь. Гибискус. Не, вот все, что вот так маринуют в сахаре. Как? Цукат? Цукат, да. Цукат. Они одного вкуса все. Только по цвету разные. Замаринованные в сахаре фруктина. Главное, кажется. И что еще у них? Вот это что? Это тыквенные семечки. Тыквенные семечки, говорят, спасают от всякого рода глистов. Так что если мы заточим где-то немытое яблоко, то есть тыквенные семечки спасут нас от глистов. Угу. Нормально. Угу. Нормально. Вот еще они просто очень вкусненькие. На ночь глядя в 10 часов вечера поесть самое то. Ну ладно. Но лучше не ешьте. А то будет попа толстая. В общем, сегодня мы попытались залезть в какой-то монастырь. Но перед нами закрыли дверь. Поэтому завтра будем штурмом убрать их в 7 утра. Так что до завтра. Спокойной ночи. 還ейте. Тихо. Ладно. Редактор4 номер. Считаем.